Короткое лето и суровая зима, где главенствуют серые и белые оттенки. Наверное, природа северного полушария подтолкнула мастериц из театра моды Русь обратить внимание на наряды африканских племен. Мотивы одежды, если можно так ее назвать, начинающие дизайнеры положили в основу новой коллекции пост охраны флоры и фауны. Для создания коллекции мы усложняли конструкцию какими-то линиями. Если посмотреть костюм, можно обратить внимание, что рельеф в виде ромба, в виде треугольника, вот эти мы усложняли. Черные колготки-водолазки – это оттенок кожи коренных жителей Африки. В костюме много ярких деталей. Для их создания девочки использовали разный материал – фоамиран, перья, катушки, цветные нитки. Каждый наряд особенный. Не оставили без внимания и обувь. Она такая же яркая и эффектная. Создание обуви мы более пристальное внимание к ней уделили, потому что тоже на этой жюри смотрят на все-все-все элементы, не только головной бор. Обувь – это важно, чтобы ее проиграть, чтобы она была единым целым вместе с костюмом. Именно образ был цельный. Отдельного внимания заслуживают головные уборы. А с первого взгляда сложно понять, из чего они сделаны. Торчащие во все стороны пружинки – это имитация кучерявых волос африканцев. Металлические элементы обмотали джутом и закрепили на специальной шапочке, тоже из распущенных прядей джута. Не забыли мастерицы и про тренд этого года – защитные маски. В общем, при создании костюмов девочки дали волю своей фантазии и удачно воплотили ее в жизнь. Рисовали картинки на бумаге, смотрели разные видео, фотографии. Потом зарисовывали, что нам понравилось, и вырисовывался этот костюм. На шестом российском фестивале народного творчества «Нижегородская ярмарка» коллекция постохраны фауны и флоры принесла театру моды «Русь» диплом лауреата второй степени. Первое место фантазийные костюмы сыровчанок заняли на международном конкурсе театрального творчества «Золото кулис». Девочки уже приступили к созданию следующей коллекции, которую они делают по мотивам русского народного костюма. Обещали снова удивить свои мастерства. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.